Для начала берем кусок свинины, разрезаем на широкие стейки, ну а стейк уже делим на небольшие кусочки, так что помещался он в кулак. Перекладываем мясо в глубокую миску, ну а далее нам понадобится репчатый лук. Лук берем из расчета килограмм мяса на килограмм лука. Лук лучше всего нарезать на полукольца и не измельчать в кашу, так будет легче отделить мясо от маринада во время нанизывания на шампур. Перекладываем лук в мясо, а далее вооружаемся ступкой, насыпаем немного черного перца и измельчаем. В маринад будем добавлять всего лишь две специи, это черный молотый перец, который мы подготовили и соль. Хорошенько жмякаем лучок и хорошо перемешиваем все наши ингредиенты и отправляем мариноваться примерно на 4 часа. А пока мясо ожидает своего часа, замаринуем репчатый лук, ведь какой шашлык без маринованного лучка. Нарезаем лук на полукольца, перекладываем в глубокую тарелку, добавляем соль, сахар, наливаем уксус и заливаем водой. Отставим лучок в сторону, чтобы он спокойно мариновался, а на гарнир мы будем готовить запеченный картофель в углях. Здесь все максимально просто, берем картофель и заворачиваем его в фольгу. Перекладываем картофель в отдельную миску и спустя 4 часа мы переходим к мангальной части. За это время наш шашлык хорошо промариновался, ну а далее нанизываем плотно кусочки на шампур, при этом счищаем с него луковый маринад. Это делается, чтобы лук во время жарки шашлыка не сгорал и не отдавал горечь мясу. Также сразу вооружаемся подготовленным картофелем и перемещаемся к мангалу. Закидываем спокойно картофель в мангал и после того, как угли побелеют, можно выкладывать на обжарку мясо. Переворачиваем шампур только после того, как на мясе образовалась красивая корочка. Так у нас шашлык будет более равномерно прожариваться и внутри запечатываться сок. Готовность шашлыка проверяем по весу шампура, либо надрезом самого большого куска. Готовность картофеля проверяем ножом, если картофель мягкий, то можно снимать. Готовый шашлык сверху посыпаем замаринованным лучком и наше вкусное мясо в луковом маринаде готово. Шашлык получился очень вкусный и нежный, с ярко выраженным луковым привкусом. Ну и картофель полностью приготовился и получился очень ароматным. А если вам понравился данный выпуск, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч! Пока-пока!